В Десногорске движение «Готов к труду и обороне» набирает обороты. В прошлом году первыми в программу по сдаче норм ГТО в городе включили школьники. Стимулом для этого ребятам послужили дополнительные баллы, которые стали большим плюсом при поступлении в высшие образовательные учреждения. С начала этого года к движению активно подключилось и взрослое население. Мне приятно, что в это движение вы включаетесь в русском роде. Вы желаете быть спортивными, ботенами и служить примером для окружающих. И мы в этом целиком вас поддержим. Всего в этом году приняли участие 85 десногорцев. Один серебряный значок и 45 золотых. Вот результаты активных, смелых и целеустремленных наших горожан. Я всегда любил спорт, я буду его любить. Потому что для меня это многое значит. Потому что я очень рад, что вообще знаки ГТО вводят обратно. И, во-первых, это, наверное, и поступление, помощь при поступлении. И, конечно же, вообще осознавание того, что я являюсь спортсменом и доказательства этому. Я очень рада, что получила этот значок, потому что мы очень долго к этому стремились. И тренировались и в школе, и еще дополнительно. Поэтому это достаточно много для меня значит. Это в любом случае в жизни всегда пригодится. Ты доказываешь каждому, что ты способен на что-то большее. Что у тебя нет границ, и ты можешь достичь ветшин. Попробовать свои силы может каждый. Узнать о правилах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» можно на официальном сайте движения. Или позвонив в Десногорский центр тестирования по телефону 33993. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова